Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видная ТВ» программа «Все грани мяча». Именно таким образом вчера после победы над сборной командой Испании вся Россия рукоплескала нашей сборной. Вся Россия говорила огромное спасибо всем тем футболистам, которые выходили на поле, бились до последнего и сделали, как казалось, порой невозможное. Мы прошли Испанию. В ближайшие 45 минут мы обсуждаем с вами в какой-то степени историческую победу над сборной командой Испании. Вместе с вами, а также Кириллом Музалецким, Александром Сосницким, Евгением Воронием, Константином Чербиненко. Добрый вечер, друзья! Спасибо еще раз! Ну что ж, друзья мои, кто был на прошлой передаче, мы говорили о том, что многие из них, а также уверен, что и наших телезрителей не верили в том, что мы сможем пройти Испанию. Евгений, ты был в их числе... В вангарде не верующий. Да, да, совершенно. Скажи, пожалуйста, в чем все-таки твоя вера была вчера разрушена? В отбитых пенальти Игорем Икинфеевым. И за что ему большое благодарность. На самом деле, если брать по игре, то игра мне не понравилась. Мне понравился счет, который в конце матча мы увидели. На самом деле, что одна команда, что другая команда играли скучно. Даже 70% владения мячом испанцев, они не нагнетали и не шли вперед. Вот Испания почему-то не хотела, мы, скорее всего, против них и не могли. И получилось, что... Нет, действительно, вот этот план, наверное, Станислава Саламыча сработал, чтобы дождаться пенальти и там уже решить все. Согласен. Ну что ж, давайте мы сами вспомним и напомним нашим телезрителям, хотя я уверен, что вся Россия знает о том, как закончился матч сборных команд России и Испании. 1-1 в основное время и 4-3 по пенальти. Саш, ты вратарь, профессиональный вратарь. Ты... у тебя более, не знаю, там, не одна сотня игр за сборную команду России. Вот какими словами ты мог бы напутствовать Игоря Акинфеева, если у тебя появилась такая возможность, перед, что называется, пробитием пенальти, шепнуть ему несколько слов? Ну, то есть вратарь каждый, он... Игорь вообще, вот, человек, ну, психологически видно, был вообще спокоен, то есть он к этому... То есть человек готовился. То есть он прекрасно понимал, что от него очень многое зависит. То есть если на тех, ну, я так вот думаю, на тех чемпионатах он, да, был у него провал, да, там какие-то... Нервозность определенные, с корейцами помним мяч. Да, да, то есть в этот чемпионат он подошел, ну, то есть вот, ну, можно сказать, форму, ну, в хорошей форме. И спортивной, и психологической форме, да. То есть, а мы, как знаем, вратарь это полкоманды. То есть он вначале, да, пару сейфов сделал, все, команда поверила. То есть все, ну, его человек поймал игру. И я был уверен, что он, то есть с пяти, ну, один отобьет. То есть вот на сто процентов. Ну, получилось два. И отбил не случайно, не случайно отбил. Вот даже вот ногой, то есть он сыграл ногой. Решающий. Да, решающий, то есть он сыграл ногой. То есть не то, что там оставил мяч, попал тупо, а он сыграл. Ну, я с тобой полностью соглашусь. Нет, смотри, я хотел напомнить, мы как раз вот с Сашей разговаривали до начала передачи, что я был на матче Металлурга, и тоже так же ворота... Про мотобол говорил. Да, про мотобол уже говорил. И тоже так же вот Саша стоял, отбивал пенальти. И именно так же сыграл, прям один в один. В тот же угол бросился. И, по-моему, то же самое, только он тогда повредил, потому что мотоболе мячники побольше будет. Но так же действительно прыгнул и тоже так же ногу оставил, что характерно. Что характерно, Кирилл, может быть, ты... Да, может быть, они так и делают, да? Ну, конечно, может быть, ты, ну, воспитанник Спартака, Дзюба, Дзюба, да, появилось видео в интернете, где он на тренировке стал в ворот и отражал пенальти. И именно таким образом, да, он набил пенальти Дзюба. И типа такой пошел мем о том, что именно Дзюба научил, натренировал Игоря Акинфилова. Нет, это очень красивая история, конечно, это не более чем совпадение. По игре, Олег, вот помимо эмоций, могу сказать. Хочу огромное сказать ребятам. Игра получилась, вот в плане смотрибельности, вот если ты, конечно, не фанат Бород России, ужасная, ужасная. Более кошмарные игры, в смысле эмоционально, я не видел, когда твою любимую команду, так сказать, насилуют 80 минут, без вариантов, это смотреть эмоционально очень тяжело. Просто, это безумно тяжелый был эмоциональный матч для болельщиков. И я хочу сказать спасибо ребятам, всей команде, сохранить концентрацию на протяжении 120 минут. Грубо говоря, мы сами себе забили, мы забили испанцев. Ну, и здесь потом говорили, что эти россияне вообще говорят, звери, они и нам забили, и себе забили. Это сложно, понятно, мы играли незрелищно, мы играли от обороны. План Черчесова во многом не сработал, мне кажется, он был, он был, выпустить во втором тайме свежего Черешева, свежего Смолова на контратаке. Да, да, да. Он, увы, не сработал. Ну, как и было вообще, любой план связанный со Смоловым, к сожалению, на этом чемпионате. Он, Чершев создал один полмомент, он бил по воротам, он не попал. Выбегать в контратаке не получалось, очень устали. И было видно, какая-то пружина. Испанцы то нас придавят, то наши морально-волевых опять их отодвинут. Опять придавят, опять отодвинут. Это был, я был уверен, что Испанцы додают. Потому что когда команда столько владеет мячом, они обычно забивают. Телефоны вы видите на своих экранах. 540-2540 и 540-2525. Звоните нам и поделитесь своими мнениями, своими впечатлениями о том, как вы посмотрели этот матч. Какие ваши были эмоции и переживания. Кость, рассказывай о своих. Ну, я, во-первых, посмотрел с коллегами по всей грани мяча. Этот прекрасный для меня и удивительный футбол. Во многом я согласен с Кириллом, потому что мы смотрели, в принципе, один футбол. В том числе и с Женей. И, ну, если честно, вера была до матча, ну, и в процессе. То, что вот один процент, который был у Черчесова, он-то и сработал. Мы обсуждали замены. Можно было вместо того же Смолова, Миранчука... Я хочу подверить. Костя пришел и сказал, ребята, вы как хотите, а я верю, что мы победим. Единственный из нас, который пришел. Нет, я, кстати говоря, тоже смотрел в хорошей, великолепной компании. И мы, как говорится, не делали ставки, а именно, ну, просто предугадывали счет, на листочках писали. Я написал Россия-Испания 2-1. 2-1. А я поставил 1-1, и Россия проходит дальше. Вот, между собойчик такой у нас. Ну, по пенальти не уточнял, но, тем не менее, да, прям вот было в яблочко попадание. Но тут больше сыграла, конечно, ну, где-то доля везения, но, тем не менее, тем не менее, мы, ребята, в 1-4, и кто бы что бы не говорил. Мне там люди писали, что да, такая игра. Счет на табло, друзья. Мы проходим дальше. Впервые за долгое время. Это радость. То, что вчера творилось в Москве, в центре, да и во всех городах, я сразу же с места, как говорится, в карьер поехал в самый центр, эпицентр. Там было, да, негде, в принципе, пройти и яблоко упасть. Но, тем не менее, все радовались, все были счастливы. Праздник был по-настоящему. Праздник был по-настоящему, Олег. И то, что может еще в субботу произойти, а на следующий день выходной, ой, я боюсь представить, что там будет. Саш, сейчас, смотри, я пока мы вот тему эту затронулю. Олег, скажи, пожалуйста, ты всегда стоял за сильную команду. Играл. Хорошо, договорились. Играл. Согласен, согласен. Всегда играл за сильную команду. Вот представь состояние, что ты играешь в Металлурге, а против, ну, не знаю, пускай Ковровец, например, а вот если поменять местами, ведь по большому счету сборная Испании это Металлург в Мотоболе, и вот если тебе приходилось бы играть против такой команды, которая является сильнейшей, является, ну, что говорить, фаворитом этой встречи. В чем вопрос? Вопрос в чем? Как обыгрывать лучшую команду? Ну, если завтра, ну, условно, на чемпионате Европы нас вот так вот мы будем давить, давить, а голландцы возьмут и победят. Ну, как? За счет чего можно такие матчи вытаскивать? Ну, за счет самоотдачи, за счет, ну, как, коллективной игры, то есть, не знаю, то есть, вратарь там, полкоманды играет роль, можно сказать, полкоманды. То есть, можно сказать, я к чему тебя выводил, что можно сказать о том, что наша сборная победила только на морально-волевых качествах? Ну, на морально-волевых нет, Олег, я считаю, что, конечно же, есть и доля мастерства у наших футболистов, которые, в принципе, использовали какие-то свои моменты, тот же самый момент с угловым, да, Дзюба нашел простор и убил целенаправленно. И то, что там повезло нам с рукой, да, в этом есть момент, но то, что игроки наши выкладывались, старались выжимать максимум, то оно и вышло. Мы пробились дальше и вышли с основного времени там в дополнительное, шансов, конечно, было немного, но тем не менее мы прошли. Мы хотели просто, я хотел сказать, что мы хотели больше победить. Да, мы хотели больше. И болельщики, которые 80 тысяч, они... Да, такому автобусу даже Бердыеву позавидовал. И, господа, удача была на нашей стороне. А, кстати говоря, вот мы говорим удача, 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 самоотдача и так далее. Если помните, на прошлой передаче я сказал, что 8 раз Испания играла с хозяевами чемпионата и ни разу их не победила. Сегодня был девятый, ну, вчера, да, был девятый матч, когда Испания не смогла победить хозяев чемпионата. Что это? Магия? Ну, это магия, да, в какой-то степени. И вот еще другая магия, это то, что победитель действующий, он, как правило, не выходит из группы. И вот Германия тому тоже доказательства. Поэтому, Олег, не помню, как это девятый, ну, четыре, по-моему, раза Испания играла, это, по-моему, было пятый сейчас России. Но это все-таки правда есть. Но мы Испанию один раз вообще за всю историю России, Советского Союза, только в 75-м году мы единственный раз Испанию выиграли. Какая поддержка была на трибунах. Как ели хот-доги там, понимаешь? Да, можно было тоже сказать, что люди пришли поддерживали команду, да? Вот так вот они нервничали, люди, понимаешь, ели. 80 тысяч болельщиков тебя поддерживают и гонят пьет. Представляешь, какая-то энергетика? А вспомните, когда в последний раз такое было? Когда мы с Англией играли в Лужников. Когда Ром забил. Когда, да, забил Павлюченко два мяча. Ну? Ну. Вот это гонится. Хорошо, Кирилл, скажи, пожалуйста, да, мы говорим о том, что мы не смогли бы переиграть Испанию по каким-то игротским моментам, да? Об этом говорили и сами футболисты, и тренер наш сказал, что, ну, невозможно раскатывать Испанию, это ни одна сборная мира себе не может позволить. Мы говорим о каких-то качествах, да, когда наши боролись. По составу, были ли у тебя вопросы главному тренеру? Тех ли он выпустил игроков и в основе, и потом уже на замену? Удивил отсутствие Чершева в основе. Потом было видно, каков план. План был, вопрос, работал он или нет. Я больше хочу сказать сейчас в данный момент про Испанию. Она, в данном момент, я нисколько не хочу умолить, просто немножко сбавим эмоции и немножко дадим аналитики, да? Команда не выглядела непобедимой в отборочном. Марокко два мяча забила. Команда постарела, команда стала более медленно играть. В эту знаменитую Тикитаку они же установили рекорд по количеству передач. Да, да, да. По-моему, да? У них 1700, у нас 158, ну, что-то вроде того. Обратите внимание, у них игрок, лучший на данный момент, игрок Иску, который играл свободным, он три раза столкнулся с собственными игроками. То есть, он так бегал, так занимал свободные позиции, и он просто врезался, он падал. Если кто обратил внимание, я заметил это один раз. Сегодня читал аналитическую статью, такой, Лукомский есть автор, он очень хороший, аналитический, он говорит, что Иску три раза столкнулся со собственными футболистами. То же самое, как Смолов в первой игре с Дзагоевым столкнулся несколько раз. Хочу сказать, плюс замена тренера у них перед чемпионатом. Иерус стал использовать тактику, которая сборная Испании придерживалась в 2014 году. Пардон, в 2010 году, который он знает. Команда не была к этому готова, ее тренировали для другого. Испания сыграла не лучший свой матч. Мы сыграли не лучший свой матч. Далеко не все идеи Черчесова были воплощены игроками. Две команды грубо говоря провели плохие для себя матчи. Мы с Саудской Аравией и с Египтом играли лучше. Но выигрывает тот, кто больше хочет. Вот мы явно хотели больше. Если бы мы играли точно так же, как играли с Египтом и Саудской Аравией, я думаю, счет был бы 4-1 испанцев. Я с тобой согласен. Единственный вариант, который можно играть с тактикой тики-таки, это был именно такой футбол. Когда мы видим пять защитников, это, конечно, вызывает немножко уныния. Когда увидели три центральных защитников, которые вышли в начале, мы сразу поняли, что мы не претендуем на то, что мы будем нападать. Сразу была тактика оборонительная в самом начале матча. Мы предугадали, когда мы играли с Испанией, помните, в 8-м году, когда мы 3-0 проиграли в группе и 4-1 проиграли за выход в финал. Потому что мы тоже так же решили, что мы обыграли Голландию и можем так же афотографировать с Испанией. Не получилось. Но тогда они были все на 10 лет молодыми. Это понятно. Это понятно, что и Мьеста, и Хави был там. Самое интересное, что испанцы тоже выпускали игроков. Кирилл смотрел этот матч вместе. Такие же замены примерно на тех же самых минутах были произведены. Но испанцу реально не повезло с этими заменами. Потому что одна из замен Яга Аспас ударил в конце в левую ногу Кенфеева. Я не считаю, что это момент. Я с твоей костью не соглашусь. Он выпустил двух молодых Аспаса знаю, второго не знаю. И они усилили. Они стали быстрее играть. Они стали находить пространство между первой линией обороны и второй линией. Они начали проникать между линиями. Стали быстрее наши устали и стало сложнее играть. Я с тобой не соглашусь немножко. Наши стали к концу тоже прибавлять и тоже играть. Ты имеешь ввиду уже доп. время? У испанцев ушел последний пас, который был. Поменяли Сильву. Сильва тоже ничего не показал. Он не показал, но он как правило такой некий распасовщик, диспетчер, который может довести пас до конца. на мелком пассе. Они с иской неплохо чувствуют сборной и являются основными игроками состава. То, что они добавили скорости, да, но то, что у них потерялась последняя завершающая стадия, этого не было. И в принципе дополнительное время, когда мы смотрели, мы в один голос верили, что дойдет до пенальта. Ну и дошло. Смотрите, какая история. Понятно, что задним умом мы все мудры, но если вспомнить, сколько человек предрекали нашей сборной не выход из группы, провал, все что угодно. Причем это говорили... Здесь сейчас Володю Попову жаль нету, главного критика Саня Савчерчесова, который, кстати, был на стадионе и смотрел этот матч живьем, он нас себя поздравил. Хотелось бы его мнение услышать, как он переобулся, нет? Да, потому что говорили, что эта сборная ничего не выиграет. Бубнов заявлял, что 1% у нашей сборной и он сыграл. Это и Боярский, Кафельный, Уткин, там можно перечислять целую клеяду, кто не верил в сборную. А мы сами это верили. Те матчи, которые были перед чемпионатом, мы сами это все прекрасно видели. Игра с Турцией, игра с кем там еще играли, не важно. С Австрией, тоже Испании, Франции. Мы видели, как это играется. С группой, я вам скажу, мы верили, что выйдут, потому что не один чемпионат, команда, которая принимает чемпионат мира, все команды выходили. Но это один не был, один единственный раз. ЮАР. Все остальные чемпионаты выходили. Ну это да, хорошая статистика. Просто, конечно, товарищеские матчи на мажорный облад не настраивали. Я не знаю, кто здесь действительно верил, что мы подойдем. А помните, на прошлой передаче, самая Саудовская Аравия, допустим, мы смотрим, они играют с Германией 2-1. Саудовская Аравия играет товарищеский матч с Германией 2-1. Мы думаем, ого, какая Саудовская Аравия. И что показало? Вот Германия улетела. Оказывается, это была такая Германия. Да. Хотя Саудовская Аравия тоже думали, что они будут аутсайдернажны. Три очка зацепили. Саудовская Аравия выиграла и не так, да? Тут другой момент. Тут есть суеверие, Олег, ну и постоянные какие-то те же самые мемы. Вот сейчас даже на нашу студию кто смотрит, все ребята с усами. Вот представители ЦСКА, правда, не совсем. Но мы это Акимфей. Поэтому усы надеем. Мы наоборот брелимся, для того, чтобы... мы вообще решили, что пока не начнется матч с Хорватией бриться, вот у нас прям, если оператор покажет крупный план, то мы прям вот так можем встать и мы три бородача, три бородача, там, переключите уже камеру. Вот, три бородача до сборной Хорватии и не верили. Спасибо. А до финала? До финала? Ну, до Англии точно. Ну, если помните, если помните, я в нашей группе написал, что ждем Англию. Олег говорил о том, что мы ждем Англию, это получается по твоей статистике мы должны дальше проходить в 1-4 Хорватов, Но, но я могу поспорить, Олег, с тем, что Англия не дойдет до этой стадии. На мой взгляд, они проиграют на стадии как раз-таки 1-8 или 1-4. Ну, как бы... хорошо, они могут проиграть Швецию. Сильно вперед забегаем. Ну, может быть, может быть, может быть. Давайте еще немножко поговорим о сборной команды России, тем более настроение у нас просто великолепное. Да, сегодня, я так немножко покритикую, наши многие телеканалы центральные, да, ну, такую хвалебную песню пели сборной команды России, оды хвалебные, да, а сами, в общем-то, редко принимают участие, если это не какой-нибудь, да, большой чемпионат мира, Европы, принимают участие в освещении именно российского, российского футбола. И действительно, порой смотришь на некоторых комментаторов, которые, наверное, первый раз в жизни делали репортажи о футболе, и максимум, что они знают, это прокричать «Оле-оле! Россия вперед!» или «Россия чемпион!» А мы все-таки давайте немножко разберем игру, черчесов. Это что? Все? Бог России? Если так игру разбираем. Нет, я не... Нет, так мы игру разбираем и черчесова. А черчесов, кто ставит игру у нас в сборной? Главный тренер. Я вам на секундочку напомню, если вы стали забывать. Черчесова не верили вообще поначалу. Когда его поставили, ее не верили. Но он сказал, как все идет своим чередом. Ребята, то есть на всех вот этих пресс-конференциях, он чувствовал себя спокойно. Помните, как критиковали? Зачем повезли там сборную куда-то в горы? В Австрию. В Австрию. Зачем, когда чемпионат допустим здесь, дома везут в Австрию на сборы? Другой климат. Человек знал, готовился. Вот вам результат. Суперуверенность ему в себе не отнять, конечно. Мне кажется, эта уверенность передалась команде. Если честно, эта уверенность Черчесова передалась как минимум Акинфиеву, которую вчера мы увидели в матче против испанцев. Кстати, вратарь-вратарь. Да, вратарь-вратарь. Во-вторых, я тоже смотрел все конференции, и, как правило, Черчесов ходил с запасными игроками. Это был Исмолов, это был и Черешев, которого он не выпускал с первых минут. И, в принципе, это, может быть, не то сравнение, но, тем не менее, он давал понять игрокам, что все важны, все игроки, которые есть в обоимы. И вот выход того же самого Граната, друзья, мы и Дзюба не могли представить, что эти игроки будут в окончательном списке сборной. А они, можно сказать, и предрешили исход встреч. Хорошо, мы можем говорить о том, что есть тренер, твердая рука либо какие-то либеральные взгляды. Ведь есть тренер Слуцкий, который, скорее всего, установил сборной достаточно демократичные отношения с футболистами. И что произошло на Евро, мы все видим. И сейчас происходит то, что Черчесов, железная рука, сколько его ругали, что он не брал Денисова, что он Дзюба взял в последний, что Игнашевича пригласил за двое за фой. Где мы играем? Ты не забывай. Получается, железная рука для нас в России можно применить во всех аспектах. Хорошо, тогда как ты оцениваешь тренерские способности хидинга, который он нас вывел? Хидинг тоже, мне кажется, не Слуцкий. И абсолютно что-то он не черчесов, насколько известно. Но тем не менее, значит, нам нужно тогда хидинг и вот ему подобные. И вышестоящие. Хидинг приехал в утрировку черчесова. Вот результат. Тогда да, что, хидинг на Евро показал результат, а черчесов получается с более жесткой рукой. но сменой мне скажем так, состав, мне кажется, слабее у нас, чем был Хидинг. Ну я соглашусь. Ну он объединил, черчесов объединил, сплотил. Я говорю, что ты не забывай, что поддерживаешь. Скажите человеку. То есть объединил, сплотил, команда стала, ну как, то есть они поверили в тренера. Правильно? А что с Дзюбой? Что с Дзюбой? Ну у них война была, он его брать не хотел. И в последний момент только потому что Кокорин травму получил. Ну он же доказал Дзюба. Ну и теперь приветствуют друг друга. Ну значит не зря. Все об этом говорят. Значит не зря. Получается. У меня вот тоже вопрос, Олег, если позволишь, Саше, ну человек, который поигравший, да там, на высоком уровне, у вас у самих специалист был вот такой с железной схваткой или же вы имели другие интересы? А у нас и до сих пор. Ну давай, это ответь. Ну он. Ну, хороший специалист. С железной хваткой? Да. Он бутсы бросал? Бутсы бросал? Да. В лоб кому-нибудь. Везде волки. Канистры бросались. Канистры летали? Да, летали канистры. Все как положено. Да, все как было. Рабочая атмосфера. Ну последнее слово за главным тренером и никого иначе он не мог бы слышать, кроме себя. Ну что ж, мы действительно достаточно много поговорили о сборной команде России и там на то есть определенные причины и я думаю очень хороший положительный повод. Ну давайте все-таки вспомним остальные команды, которые тоже играют. А можно еще? Конечно. Про Россию. Все-таки хотелось бы, несмотря на то, что мы были вот такой очень именно в матче с Испанией, мы были такой очень крепкой, сплоченной массой вот одной командой, одной командой. Мне все-таки хотелось выделить по персоналям. Так. Ну, разумеется, Аккинфеев, который вытащил, а во-вторых, Фернандес. Марио Фернандес, великолепный матч. Блестящий матч провел Дзюба, который опять выиграл все единоборства, которые вот были просто. И я бы отметил Зобнина, который я не видел вот эту фитнес-статистику, но мне кажется, человек пробежал ну километров 20, наверное, у него просто единственный человек, у которого ноги не сводило. Своей работоспособностью вот этих четверх людей я бы вы... Ну, и Кутепова, я бы еще отметил, центрального защитника. Хотя, признаюсь, ну, честно признаюсь, мне он не очень нравится. Я его, ну, не то, что не люблю, ну, не нравится мне он как центральный защитник, но в этом матче он стелился. Диего, а почему не отмечаете Игнашевича? Почему не отмечаете Игнашевича? А мы очень много вверх проигрывали. Мы очень много проигрывали вверх. Это как раз вот, когда были забросы к нам в штрафную, а это как раз Игнашевич и Кутепов. Мы очень много Это несчастный случай, что он забил. Я не выделяю потому, что все подачи в нашу штрафную ударов не было опасных, но мы очень проигрывали верх. Мы выигрывали верх, только если сюда приходил Дзюба. Я тебе говорю, Кирилл, что это был не опасный верх, который позволил уходить мячу в аут или за боковую и так далее. Значит, правильно занимали наши позиции и не давали испанским футболистам подойти и занять позиции. Хорошо, договорились. Но, тем не менее, давайте вернемся к другим сборным. Тем более, игра и результаты были впечатляющими. Другие матчи 1-8 финала. Франция-Аргентина. Первый матч и подарок всем болельщикам от самого матча, от интриги в этом матче. Уругвай и Португалия. Португалия делала все, чтобы выйти в 1-4, но Уругвай оказался крепким орешком. Ну и Хорватия-Дания. Именно в этом матче определялся наш соперник в 1-4 финала. Матч также закончился с отчетом 1-1 и по пенальти, который, кстати говоря, и та и другая команда пробили гораздо хуже. Бездарно просто. Бездарно, да, можно и так сказать. Соперник 1-4 определился. Итак, давайте Франция-Аргентина. Я сразу сказал, что скорее всего, ну то есть я как бы немножко переживаю, скажем, за францию Франции. И вот, Жень, мы с тобой вместе смотрели этот матч. Великолепнейший матч, великолепнейший. Такие вот матчевые украшения, как Португалия, Испания. И этот матч как раз входит в ту когортку, когда действительно достойный чемпионат. Кость, Аргентина все? Умерла? Месси умер? Я считаю, что здесь вот как раз таки, где проблема главная таится, так это главная проблема в тренере, в специалисте, Который не может, в принципе, при таком обилии звезд, Дебао, извините, Демария, Месси, Агуэра, Павлош, да, Маскерана. Он не может руководить такой сборной, где еще на первой роли вратарь непонятно играет. Мы знаем, да, там, Кабальерос, вратарь, а вот второго вратаря вот сейчас скажите, что и как. Там команда сама просила поменять тренера, даже вот в ходе чемпионата Аргентина. Месси, я смотрел, даже вот показывали какие-то отрывки, что он там вот даже по трибунам помещений давал какие-то там указания. Да, указания. Мне кажется, тренер Аргентины, это что-то, по-моему, уже. Мне кажется, он вместе с Марадонной проводил время между матчами, вот как-то так. Тренер действительно у Аргентины такой колоритный персонаж. Олег, ты за Францию? Я, кстати, тоже на Францию поставил, что они станут чемпионами. Да, они вот показали, они играют скучно, 1-0-1-0, но когда прижало, они включили такой форсаж. Они немыслимый форсаж в Крущеве, не только он, а вся команда, она молодая, она еще сама не знает, что от себя ждать. Это как сборная Германии, которая стала чемпионом в свое время. Я думаю, что Франция... Я всей душой за Аргентину болею. Ты за Россию болеешь, ты же вчера переживал. Если про эту игру говорить, Франция и Аргентина, самое показательное, это был четвертый мяч забитый. Это было 5 передач, 10 касаний, ни одного касания прерванного не было у аргентинцев. И прекрасный четвертый гол, второй гол для Мбаппе. Это что-то из фантастики, когда братарь вводит мяч, и он доходит до центрального нападающего. Это показатель, который, в принципе, на этом чемпионате мало у кого был. Еще пару слов об Аргентине. Ее никогда не стоит списывать, потому что это команда из четырехлетия, выходящая в основную сетку. Но вспомним, как эта команда играла отборочной со скрипом, которая прошла. Я только хотел сказать, что Аргентина со скрипом прошла. Нигерию выиграла просто удивительный. По красоте мяч был, защитником Роха забит. Ну, попади, не попади, кто знает. Аргенту списывать не надо, но, видимо, Месси чемпионат мира не выиграет. Ему будет 34 года. Большое покойник этого игрока. Большое количество звездных футболистов, им очень сложно управлять. Помним, была команда Реал, когда играли практически в сборной мира. В итоге они ничего не добивались и занимали четвертые места в Испании. Ну, так же и здесь, наверное, в Аргентине собраны великолепные футболисты. Но куда направить? Как многое значит тренер. А вспомните, какой красивейший мяч забили французы. Помните? Дальний удар? Второй. Уникальный. Повтор, когда, помните, показывают камень. Мяч вот так вот крутится, 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 залетает. И главное, летел снова поворот. Аргентинцы очень медленные, но они сражались. Они сражались. Надо было пораньше Агуэру выпускать. Мне кажется, могли зацепиться. Франция, безусловно, сильнее. Вот помните, мы говорили о том, что Франция слишком молодая сборная для того, чтобы покорять какие-то вершины. Но мы, в общем-то, видим, что Франция, на мой взгляд, это реальность. Олег, как раз таки ты говоришь про вот этот мяч, это 22 года. Защитнику Мбаппе примерно такой же возраст, но он играет с опытным. 20-20. Мбаппе 98-го года или 19-му даже. Он играет Джеру. Здесь, значит, защитник играет тоже с Вараном и опытнейшим Умтити, который в Барселоне. В центре поля Матюиди. Ну, в общем, эта команда, плотность молодости, азарта и опыта в том числе. И всем этим руководит опытный специалист. Это значит, ну, многое и дает надежду на то, что французы, возможно... Ну, Дешаму надо дать должное. Он собрал команду. А потом, помните, мы говорили, сколько народу не взял Дешаму в сборную Франции. Ведь он не взял... Бензима отрезал, да? Бензима отрезал, да? Ну, то есть, там можно еще одну было в сборную Франции собрать из тех игроков, которые... А в Германии тоже можно было собрать три состава. Ну, лучше бы они тот привезли, который конфедерацию выиграл, да? Да, наверное. Согласен. Ну что ж, давайте перейдем к матчу Уругвай-Португалия. Он, может быть, не был таким карнавальным, да? Я знаю, многие переживают за Португалию, потому что там играет Роналдо, лучший футболист мира. И на ваш взгляд, ну, по мне, это Месси. Но многие считают, что все-таки Роналдо. Хотя он и является действующим. Хотя оба домой поехали. Ну, откровенно говоря, Олег, если говорить про этот чемпионат, Роналдо все-таки был поинтереснее Месси. Ну, конечно. Конечно. Это неоспоримо. Саш, роль лидера в команде, насколько это все-таки действительно одна из составляющих побед? Это сто процентов. Да? Конечно. То есть, если в команде есть лидер, если в команде есть человек, который может за собой повести... Повести и решить вопрос. То есть, если это он вам показал, вот Португалия, да, то самое Роналдо. Возьмите первые игры, вот эти, которые были, и все вопросы решал и Роналдо. Угу. Но все-таки у них хотела... Тогда с одним Роналдо ты не уйдешь до... Да. Так точно. Одной четвертой финала. Вот они и не ушли, да. Они и не ушли, получается. Значит, он не такой лидер? Лидер. Ну, лидер. Ну, просто... Ну, просто у Ругвая оказалось больше лидеров. Лидеру нужна подпитка такая, какая есть. Вот у Ругвая есть, Суарес и Ковани. Это два специалиста топ-класса, которые чувствуют друг друга с полуслова. Вы видели эту супер подачу пушечную? Да, он пенальти не забил. Ну, вот видишь, как... И Мисси не забил в пенальти. Ну, да. Вообще, это чемпионат пенальти, если начнем с этого. Если мы будем брать статистику... Вот и видео, повтор. Да, это чемпионат, во-первых, он уже в предварительной стадии, в предварительной стадии, было пробито больше пенальти, чем за весь прошлый чемпионат мира. Мне, друзья, в связи с этим, очень жалко команду Сенегала, которому сперва дали пенальти, а потом посмотрели и отобрали. Да. А так бы они вышли. Да, да, да. Просто пенальти за Сенегалу, мы знаем. Да. Ну, и вообще, достаточно интересная статистика, что, во-первых, все команды, такого еще не было ни разу за все чемпионаты мира, чтобы все команды, которые принимают участие, забили не меньше двух мячей на чемпионате мира. Вообще, на среднюю результативность считать очень результативный чемпионат. Согласен. Идем дальше. Наш соперник обсуждаем. И матч Хорватии-Дайни, который также закончился со счетом 1-1. Мы помним, что они забивают прямо вот, что называется, в самом начале матча. Еще не все болельщики доели свои хот-доги. Хорватии уже отыгрываются. Да, должны хорватам. Они практически сразу отыгрались. Ну, и дальше игра была качели. Хорватия не забивает на последней добавленной минуте пенальти. Но представляете, каково было бы лидеру сборной Хорватии Луку Модричу, если бы они по пенальти проиграли датчанам. А? Опять же, да. Вот мы говорим про Хорватию, где тоже опытные игроки собраны. И здесь весь интерес, вся красота именно находится в самой сердцевине. Ракетич, Модрич, да. Опытный Манджукич. Тоже самый Субашич, да, вратарь. В общем, игроки. Версалька, прекрасно проведший сезон в Атлетико Мадрид. В общем, это не европейская сборная мира, я хочу вам сказать, друзья. И вот то, что будет у нас, то, что они дожали датчан, правда, по пенальти, в принципе, у многих из нас было в голове крутилось, что хорваты должны проходить такую Данию. Но датчане тоже крепкий орешек. И это значит, что у датчан тоже сработал план на игру, который, возможно, и сработает у нас. Вратарь сыграл хорошо в Дании. А по Хорватии, друзья, я узнаю, о чем скажу. Хорватия набрала 9 очков в группе. Максимально. Да, конечно. Все матчи она играла вторым номером. Все матчи. Сейчас, когда они играли с Данией, Хорватия продемонстрировала, что первым номером им играть тяжело. Им тяжело играть. В этом я вижу шанс сборной России. Потому что мы-то первым номером играть точно не будем. То есть, Испании 2 такой будет. Мне кажется, у Хорватии не такой хороший контроль. Они побыстрее, но контроль не такой хороший. Я надеюсь, что у нас будет больше возможностей для контратак. В Хорватии очень тяжело играть первым номером. А про вратарей, про драматургию, пусть все Александр, мне кажется, расскажет. Да. Кстати говоря, очень интересная история, что сын... Мне так было жалко папу. Да слез. Да слез было жалко. Сын сыграл великолепно просто-напросто. И в игре, и в пенальтике. Да. Вот мы говорим, Саша, ты говорил о том, что вратарь это полкоманды. Но вот не получилось у Шмейхеля повторить подвиги своего отца. И стать чемпионом. Мы же помним, что Шмейхель-то отец чемпиона Европы. Да, 92-го года. Да, 92-го года. Хорватия. Многие, кто, скажем так, не очень... Пусть Саша игру вратарей оценит. Ну, е-мое. Ну, а как? Он сидит, молчит, молчит. Оцените игру вратарей. Игру вратарей-то надо же. Не, мне понравилась игра именно у датчан. Так, датчан, понравилась игра. Нам тоже всем игра. Не, вратаря. 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 Ну, тогда уж еще я скажу. Вот, я тоже писал, что чтобы так бездарно били пенальти, что одна, что другая команда. Да. Они били, то ли они устали, то ли они перенервничали. Во-первых, не было ни одного нормального удара в угол. Были какие-то ковырялки. Вот, что одна, что другая команда. Саша, ты говоришь, что флюиды нет. Вот, не дадут мне соврать коллеги, когда мы смотрели матч. и почему-то на третьем пенальти мы все стали орать Игорь и он вытаскивает а два первых мы не орали и пятый мы тоже кричали и пятый тоже кричали Игорь и всей компанией тут видимо у него другое имя Каспер его зовут Каспер сложнее орать когда вратарь тащит два пенальти то команда должна выигрывать Да, ну датчане, да, я согласен Ну давайте признаемся, но ведь тот же Головин, тот же Черышев тоже корявки пробили На грани, да Смов вратарь взял первый Смов хорошо пробил Но вратарь все-таки ему твердости руки не хватило Головин где-то как-то вот рядышком, да Черышев вообще посередине бабахнул Тоже на тоненького Но тем не менее Видимо как раз таки вратарь и думал что не будет вот этого тоненького Будет доверенного биться А Игнашевич как с паузой Это учитывать, что Игнашевич который сетку рует всегда на силу А тут раз на шаге И человек падает Пенальки это такая штука Это очень сложно конечно Ну какая это штука? Вот ты сразу знаешь какой угол будешь падать? Нет Так, расскажи Просто интересно действительно Сколько ты бил Все грани вратаря сейчас начинается Расскажи Психологик, как ты вот оцениваешь Смотришь Куда будет бить То есть Есть много способов Которые Допустим Если это серия пеналик Допустим Вот как серию После матча Да После матча То Можно То есть Ходить в один угол Ну как говорят Понятно Всегда в один угол Не зависит Не гадать ничего В один угол ходить То есть С пяти То есть Один Один Два Но все равно ударят в этот угол Этот угол ударят Есть такая формула Такая формула А если нога еще не скатала То там и три и четыре Вторая формула Ой ну как Формула Да Вторая формула То есть По глазам По глазам Да То есть человек который Смотрит в один угол Ну то есть Бьет другой Да Это я всегда Тебе так забивал на тренировках Если ты помнишь Я тебя Всегда обманывал Смотрел в один угол Ты думал что Я буду бить другой И забивал именно в этот Смотрит в один Бьет другой Да Бьет другой Да Есть такое Согласен Ну и чисто наугад Третья формула То есть По мячу По мячу Играть очень сложно Конечно То есть Практически нереально Если удар идет сильный То ты не возьмешь Даже если ты уйдет на удобной высоте Ну скажем так Вчера Хорватия Дания Вратари по мячу играли То есть Очень сложно Ловить по мячу То есть Вот Как мы смотрели Вот Этот Вратарь Шмехель Не Шмехель Акинфеев Не Какая команда Субашич Команда какая Хорватия Не 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 Из Из Испании, вратарь, Дехеет, тот играл, то есть он не гадал, то есть он по мячу, то есть у него получалось, что он мяч недоставал чуть-чуть, потому что он не успевал. Но это в первом со Смолова, а потом-то он свой первый вариант, когда он начал прыгать только в одну сторону, только в правый угол, только в правый угол. Вспомните, все мячи, которые мы забили, он прыгал в правый угол. Короче, мы свалились на сборной России, да? Да, давайте, у нас остается не так много времени, а хочется... Сегодня еще матч состоялся ведь, да? Да, сегодня состоялся матч Бразилии. Мои любимые мексиканцы вылетели. Мексика. Вот, друзья мои, вот перед эфиром вы все говорили, Мексика, Мексика, матчи, мне Бразилия сегодня понравилось. Вот это один из лучших их матчей на чемпионате. Отличный матч. Скорость. Но, слушайте, давайте я хочу все-таки Мексику похвалить, они 25 минут не давали поднять головы Бразилии. Бразилии вообще не могло сообразить, что произойдет. Ну, они не дрессированные. На Кубке Америки они также играли, мексиканцы. Мексиканская проблема знаешь в чем? То, что они заиграны во своем внутреннем чемпионате в этой северной лиге. Если бы они варились в Латинской Америке, если бы они играли с Ургуаем регулярно, с Бразилией, с Аргентиной. Они были более выдающими. Они играют с Канадой, с США, с Кубкой. Ну понятно, у них 8 раз подряд выходили на чемпионат мира. Да. В 8 раз подряд выходили в 1-8. Они очень просятся туда. И ни разу не выходили в Америку. Они очень просятся в Латинскую Америку. А команда блестящая, ребята. И болельщики блестящие. Я ездил в Калининград. Там тоже с ними встречался. Они везде. Они по всей России. Это потрясающие люди. И команда у них просто обалденная. Бразилия сыграла хорошо. Бразилия мне понравилась. Давайте посмотрим, когда следующий матч чемпионата мира, который играет Россия-Хорватия. Итак, четвертьфинал. Кто бы мог представить? 7 июля в 21.00 в Сочи. Россия-Хорватия. У нас остается время только для того, чтобы мы могли, как говорится, сделать свои прогнозы. Итак, Константин. Россия-Хорватия. Не люблю я первые прогнозы ставить, но я считаю, что пусть будет в основное время ничья. Ничья, а там дальше все решит дополнительное время. Принято? Да. Жень. 2-0 в пользу Хорватии. Боже мой, как я люблю, когда Евгений предсказывает нам поражение, и мы обязательно побеждаем, Саш. Ясно. А я наоборот, 2-0 в пользу России ставлю. Этимистично, Кирилл. 2-0. Я думаю, что забьют обе команды. Так. Хорватия забьет, я думаю, мы тоже забьем. Я 2-1 в пользу, пусть будет наша. Хорошо. 2-1 мы выиграем. Ну что ж, как говорится, ставки сделаны. Два прогноза от Олега. Ставок больше нет. А сам-то? Да. Сам. Господин ведущий. Господин ведущий. Держите. Хорошо. Мы победим Хорватию. Пусть это будет именно вот так. Мы победим Хорватию. Ну и всех наших телезрителей, всех болельщиков призываю поддержать нашу команду, потому что эта поддержка обязательно поможет нашим ребятам. И в следующий понедельник в 20.15 на телеканале Видное ТВ в программе «Все грани мяча» мы обсуждаем, как мы в полуфинале с кем будем играть и встречаться. Спасибо. Болеем за наших. Пока. Счастливо. Россия браво. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова